Приветствую вас, друзья! Вы находитесь на канале OK English с вами Елена Викторовна. Мы проходим английский словарь среднего уровня, уровня Intermediate. Проходим его по принципам групп, синонимов, то есть слов, которые близки по значению. Итак, сегодня у нас урок номер 51. Мы говорим о глаголе Guide, который переводится как «направлять». Слово «гид», да, «экскурсовод», думаю, вам знакомо, то есть кто такой гид, который вам что-то показывает, да, направляет вас в какие-то места. Это, естественно, производное слово, в русском языке его изначально не было, но пришло, возможно, из английского языка, где оно выглядит вот так вот. Guide, и переводится как «направлять» либо «вести за собой». Итак, Guide – это глагол, verb, вести, направлять, синонимы являются слова direct, lead, steer и conduct. Вот вам пример, кстати, гида-экскурсовода, который ведет группу людей за собой. Итак, Guide. Guide means to show someone the way to somewhere. Guide – это показывать кому-то дорогу куда-то там, то есть вести за собой к какому-то месту. She guided us up the steps in the dark. Она вела нас по ступеням вверх в темноте, то есть она знала дорогу, да, и мы шли за ней, она вела нас за собой. She guided us up the steps, то есть вверх по ступеням, да. Тут вроде бы все просто. Слово direct, я думаю, что слово директор, да, вам знакомо, опять же, откуда оно пришло к нам в русский язык. Это слово пришло к нам от английского director, то есть руководитель. Тот человек, который руководит процессом и говорит другим, что им нужно делать. В английском языке, кстати, слово director имеет очень много вариантов перевода. Это и директор, и режиссер фильма, и руководитель оркестра, то есть дирижер, да. Итак, direct means to tell someone how to get to a place. Здесь мы изучаем более узкое значение направлять, то есть говорить кому-то, как добраться до какого-то места. Это одно из значений, друзья мои, потому что глагол direct, как я вам сказала, его производные имеют массу вариантов перевода. Вы можете показать мне дорогу до ближайшего почтового офиса, до ближайшей почты. То есть сориентируйте меня, дайте мне инструкции, как мне туда попасть. Direct, здесь даже лучше переводить, как давать инструкции. To tell someone how to get to a place, да, дать инструкции, объяснить, как попасть оттуда туда. Окей. Слово lead, вести за собой, слово лидер, которое мы широко вспомним в русском языке. Возможно, опять же, вы не знали, так же, как со словом гид, директор или лидер. Это слово, опять же, пришло к нам, возможно, из английского языка, где есть глагол lead, который переводится как вести за собой. Соответственно, лидер – это тот, кто ведет за собой. Lead, to go in front, to show someone the way. Вести, то есть идти впереди и показывать кому-то дорогу. Именно поэтому лидер, он всегда впереди, да, а те, кто за ним идут, соответственно, его подопечные и так далее. She led us into the hall. Она привела нас в холл. То есть она шла первой, а мы шли за ней. Естественно, lead – не обязательно идти буквально впереди, да, можно быть просто лидером и вести за собой, там, я не знаю, какой-то проект, да, быть во главе этого проекта. Итак, guide, direct и lead имеют вот в данном уроке довольно-таки похожее значение, но в целом они довольно существенно отличаются. Guide – в основном это просто показывать кому-то путь до места. Direct – давать инструкции, как поступить, как что-то сделать, как куда-то прийти. Lead – быть лидером. То есть именно стоять впереди и вести за собой кого-то. Либо в буквальном смысле, либо в абстрактном. Далее, друзья мои, слово steer – переводится как управлять, руководить, править рулем. И именно поэтому в английском языке руль, вот тот, который в машине вы крутите, баранка, да, он называется steering wheel. То есть руль, которым управляют. Steer means to make a person or vehicle go in a particular direction. Направлять, руководить – это заставить человека, либо транспортное средство двигаться в указанном направлении. We steered the children quickly away from the barking dogs. Мы быстро увели детей подальше от гавкающих собак. То есть мы их увели. В буквальном смысле взяли их и физически направили подальше от этого места. We steered the children. She steered the car into the garage. Она закатила машину в гараж. То есть она буквально физически крутила руль и закатила машину вот туда, в нужное место. Steering wheel, пожалуй, проще всего запомнить, друзья мои, значение глагола steer в этой связке. Дальше, друзья мои, глагол conduct. Conduct is a formal word. It means to take someone to a place. Conduct – это проводить или сопровождать. В данном случае слово кондуктор вам опять же будет знакомо. Но у нас в русском языке оно не совсем так употребляется. Далеко ушло значение английского глагола. У нас кондуктор – это кто-то просто сидит, билеты проверяет в автобусе. И в английском языке conduct – это быть сопроводителем, да, сопровождать. В принципе, да, можем сказать, что кондуктор, он сопровождает движение транспорта. The guests were conducted to their seats. Гостей провели к их местам. Видим, что слово conduct – слово формальное, поэтому очень часто вы сможете его встретить в пассивном залоге, да, когда не указывается автор действия, выводим на первый план само действие. Were conducted – их провели. Собственно говоря, друзья, мы на этом все. Мы знаем теперь значение слова guide, direct, leads, steer и conduct. Давайте подумаем к этой картинке, какие из слов подойдут. Я думаю, можем сказать, he guides these people, he leads these people. We can say he directs them. And, well, we can say that he steers them. And maybe formally we can say that he conducts them. Итак, если это понятно, давайте еще разочек повторим наши слова в английском и русском варианте. Guide – to show someone the way to somewhere. Вести, то есть показывать кому-то дорогу куда-то. She guided us up the steps in the dark. Она вела нас вверх по ступеням в темноте. Direct – to tell someone how to get to a place. Направлять, то есть сказать кому-то, как добраться до места. Can you direct me to the nearest post office? Вы можете направить меня к ближайшему почтовому офису. Lead – to go in front to show someone the way. Вести – это стоять во главе и показывать кому-то дорогу. She led us into the hall. Она провела нас в холл. Steer – to make a person or vehicle go in a particular direction. Управлять, направлять, заставить человека, либо транспортное средство двигаться в указанном направлении. We steer the children quickly away from the barking dogs. Мы быстро увели детей от гавкающих собак. She steered the current to the garage. Она направила машину в гараж. Она завела, закатила машину в гараж. Conduct is a formal word. To take someone to a place. Сопровождать или провожать – это направить кого-то в какое-то место. The guests were conducted to their seats. Гостей провели к их местам. На этом наш урок закончен. Он получился довольно-таки коротким, емким. Надеюсь, что суть вы ухватили. И хотя бы несколько слов с этого урока вы запомните. Занятие для вас провела Елена Викторовна. Канал OK English. Следите за обновлениями плейлиста, в котором скоро появятся новые уроки по теме английского словаря синонимов. Желаю вам успехов в изучении английского языка. И до скорой встречи, друзья мои. Bye-bye. Субтитры создавал DimaTorzok